Продолжение следует... 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 Так что, это они не продумали. Телепорт делает сюда Дайрус, и вместе с Ласт Боем будут они стоять эту линию 2 в 2. А Сион вынужден с Кракачом стоять 1 на 1. Посмотрим, будет ли Болл с Макси тоже щиток, как делал Дайрус. Пока он не вкачал еще Кухан, только Ешка, только Хардкор. Ну и W, соответственно, чтобы добивая мопцов, получали чуть больше ХП. Вкачал Кухан, и тратил того, чтобы запушить линию. Правда, заднего мопца он, по-моему, на этом не добил. Метеус Крабстера берет. Он, кстати, хорошо Крабов контролирует. Я смотрел в первых двух играх. У Метеуса это, по-моему, вообще основная задача. Пофиг на ворды. Главное, первых Крабов забрать. И Метеус здесь, но Ласт Бой его увидел. Метеус сообщил, что ты будешь стоять 1 в 2. Боллс, сори, но помочь тебе ничем не могу. Придется Ешку подходить кидать Боллсу, или он решил не рисковать и просто отойти. Потому что ведь помимо Ласт Боя, то, что он сюда пришел, мог сюда прийти и Сиджуань. Но она здесь пока что. Санторин, кстати, ни разу еще на карте не испарился для Клауд Найнов. Он все еще первого левела для них. А не, он второй левел, потому что видел Браун, как он получал этот второй левел на синем бафе. Было такое, было. Что было, то было. Хайт не добьет. Страшно подходить, потому что Бьерсу может дать Ешку и начать дамажить. Поэтому придется терять этого мапса. Ну, опять у нас очень спокойное начало. И в этом начале побеждают ТСМ-ы за счет лишнего фарма Санторина и неплохого пока фарма Маукая. Потому что Маукаю под башней помогали фармиться. Помогал как раз Ласт Бой. А вот помогут ли Сиону, пока непонятно. Никто не идет помогать. Ну, из-за этого два дара на Дайруса сейчас помогают ему фармить. Правда, он таким образом вынудил линию отпушиваться. Хотя, не сказал бы. Тут пять мапсов на четыре. Линия просто застряла на середине. Ну и даже она, скорее всего, пойдет в сторону Дайруса. После того, как все закончится здесь. Пытается до конца прямо динайть урон. Метеусу включилась просветка. Он не понял, где она включилась. А включилась она вот здесь, на варде. Этот вард, который ставил Дайрус и Метеус. Думал, что это на сенем бафе. Но там вард, где он не нашел. И Санторин его прогнал. Интересный еще один факт. То, что оба джанглера в приоритете забирают Грагаса. Только потом Сиджуань. Так и в этой игре произошло. Сначала был пик на Тургот. Потом был Грагас Сион от команды Клауд Найн. Они решили забрать у Дайруса одного из его топ-лейнеров. Хотели, наверное, вынудить его сыграть на Лулу. И вот честно, я сейчас думаю, если бы он выбрал Лулу... Да, у них было бы чуть поменьше танков у команды ТСМ. Но что бы играл Хай? Ведь все остальные чемпионы не способны стоять с Урготом один на один. Ему нужен был бы рейнджовый чемпион с щитком. Походу, это было бы просто байт на Ариану. Но я не думаю, что Ариану была бы уже очень сильно хорошая от Хая. Но не удается поиграть Хаю на своих любимых пиках в этой игре, конечно же. Но, с другой стороны, не удается Бергсуну поиграть на своих любимых пиках. Тот пик, который мы увидели как маф, это не его любимый. Это просто пик, который удался. Не получается заденать вообще никак фарм Клауд Найном. Санторин влетает, он шестой левел, он готов сражаться с Метеусом один на один. Еще сюда подходит Ласт Бой, и Метеуса прогоняют от синего бафа. Санторин лучше фармился, получил быстрее шестой левел. И, как итог, смог заинвадить Грагаса лес. Пока очень сильно проседают Клауд Найны в мид-гейме. Их ждет сюрприз под названием у ТСМов есть дэмэдж, что у нас пока вообще ничего нет, потому что действительно у них пока ничего нет. Да, комментаторы говорят, что Дайрус набирает левел за левел. Мы уже седьмой левел против Болса пятого. И Болс вот только вынужден был через телепорт прийти туда на линию. То есть Клауд Найны еще и с удовольствием отдают Дракона. Правда, Санторин много хп сейчас потерял. Он пытается заденать телепорт, рекол, извините, Хайю. И Хайя остался на линии, хотя у него только есть фляжка. Но Бьерксон понимает, что у него сейчас преимущество по айтемам. И что делает? Надо Хайю как-то попытаться запушить эту линию. Он воспользуется моментом, что Бьерксону надо идти за синим бафом. И запушив эту линию, он сейчас подденает даже немножко мопцов. Хотя нет, Бьерксон идеально там синее запулили. И попытается реколиться. Если бы кто-то смог сейчас еще раз прийти, отменить рекол Хайю, это был бы полный провал. Что будет у Хая? Я думаю, он пойдет в первый айтем этот Морел Номикон. Да, он, кстати, уже его начал делать. И второй айтем у него будет Луден Сека. Будет Морел Номикон Луден Сека. Ну, это моя идея. Грагас на топе. Ждет, пока Болс сможет хоть как-то выстроить войнушку. Ой, здесь у нас на боте интересная войнушка началась. Ласт Бой, будучи только четвертым левелом против Лимонейшена, пятого, уже скоро шестого. Не очень выгодная здесь ситуация для ТСМ. Тем более, что Тортал посчитал, что они впереди. И решил сделать шин. А шин надо делать только если вы идете впереди. Не, Метеус постоял на топе. Решил сместиться на Хая. Хай кидает кушку. Бьерсон облетает. Метеус кидает его. Но замены происходят. Прилетает сюда Даррис. Хай ультует на себя. Но не прилетает сюда игрок команды Клауд Найн. Потому что что? У Болса не было телепорта. И поверьте мне, если бы не прилетел сюда Даррис, все бы закончилось совершенно по-другому. Ошибка. Я не могу сказать, что это ошибка. То, что Клауд Найн решили это делать ганг. Ошибка. То, что не хватило дэмэджа. А дэмэджа не хватило. Потому что, ну, это Ургот. С Урготом мало тренируются. Ургота мало познают, так сказать. И Клауд Найн отдали килл Даррису. Еще хуже сделали линию на топе для Болса. Ну, что я могу сказать. По-моему, эта игра уже сделана, если честно. Я не вижу, как здесь им камбэчится. Но вот, может быть, сейчас нет. Они сейчас просто маленький зонинг идет. Пятый левел Ласт Бой. Лимон Нейшн в этот раз очень хорошего чемпиона взял именно против Ласт Боя. И я не удивлюсь, что все оставшиеся игры сыграет Лимон Нейшн только на Брауме. Потому что, ну, этот чемпион контрит в оставшиеся пики Ласт Боя. Ничего ему против этого не сделать. Слишком танковый чемпион. Может кидать пассивку дополнительную. Но что делать дальше, пока непонятно. Ну, смотрите, чуть-чуть не хватит урона, чтобы убить. Флэш, стан, подкидывание, экзост, игнайт. Ульта и... Опа! Ульта от Сиджуани. И Дайрус рутит Хая. И после этого Бьерксон удачно уворачивается от кушки Хая, которая все равно могла, кстати, сделать килл. Но килл не получился. А если бы не прилетел на W Дайрус, то никаких шансов бы не было здесь. Метеус думает, что здесь нет варда. Заходит сюда. Но вард тут есть. И мапсы вообще побежали в эти кусты. Так что Метеус точно теперь знает, что здесь есть вард. Ставит пинг. Выбивает его Клауд Найны. И Метеус почему-то решил остаться. Ну, для ТСМов должен быть сейчас вопрос. Почему он решил остаться? Потому что Сиона нет на топе. Должен себя сигнализировать Дайрус. И раз Сиона нет на топе, значит, надо уходить из-под этой башни. Клауд Найны решили просто забрать объект и вернуть хоть какие-то деньги для себя. Дайрус между двух башен пошел фармиться. Боллс не может найти себя в этой игре. Отобрали они пик Дайруса. Но как играть, когда вот такая доминация, непонятно. В хая влетает с флэша Ластбой. К хаю некуда деваться. Это будет смерть. Джи-Джи. Ну, это стомп, ребят. Как я и говорил, тот, кто выиграет вторую игру, именно вот по тем пикам было видно, что тот, кто выиграет вторую игру, тот выиграет сразу же и третью игру. Что касается четвертой игры, там будут совершенно другие пики, но в третьей игре было все понятно. Стомп будет со следующей командой. Потому что пики были... Это знаете, как пойти в вол-ин. Обе команды пошли в вол-ин. Клоудайны знали, что ТСМ имеют представление об этом пике. Клоудайны сделали свой пик. И ТСМ рискнули, показали, чем они собирались это контрить. Они это сделали, и они победили. Все, и как бы такая ситуация сейчас получилась. Клоудайны в небольшом ступоре. Решили покомбинировать что-то там как-то, но вот эта вот комбинация у них получилась не очень удачная. Почему они не взяли Си-Джуань с Маукайем, когда у них была такая возможность, непонятно. Насрать на этого ургота, забирайте Си-Джуань с Маукайем. У вас это хорошо получилось. Нет, они решили забрать у Сиона. Мол, Си-Джуань не будет доставать до Кагмаря. Ну, окей. Посмотрим. 3000 уже отставания. И это сделано все было на фарме и киллах. И, опять же, я не вижу, как дальше тут пока комбейтится. Единственная надежда на классного Сники, который, возможно, учитывая, что у него хорошо идет все по фарму, и Авалайс Блейд у него был, возможно, сможет надамажить настолько много, что ни Дайрус, ни Санториан ничего сделать не смогут. Механика Сники здесь может зарешать. Не забывайте, что эта Ешка может спасти от очень важных спеллов, которые могут кинуть ТСМ, и она может спасти от ульты Санторина, от Дайруса, и Дайрус просто окажется вне удела. Ну, пока, пока все не очень. Плюс не забываем, что Метеус умеет играть на Грагасе. Вроде как. Ну, а от Сиона никто ничего не ждет. Да, так и работает Клауд Найн, и решили полностью забить уже на своего Сиона. Нечего там с этого парнем возиться. И потеряли они, в общем-то, своего игрока. Так же, в общем-то, как и потеряли Грагаса. В кои-то веки Метеус жестко проигрывает по фарму. Это все потому, что ему задоняли его синий баф два раза. Потому что он лишился одной части леса, и теперь ему некуда ходить. Минус 12 фарма. А Клауд Найн решили все вложить в Сники вместе с Лемонейшеном. Но такая небольшая незадачка получилась. Здесь же пришел и Тортал с Ласт Боем. Они решили, что будут прикрывать эту сторону. Они будут пытаться ломать Бот Лейн, мол, Бот Лейн сломает сам по себе Маукай. Вертолетик летает. Байтит. Байтит. И получится! О, получится! Ульта Санторина влетела. Но кому эта ульта нужна, когда так поздно? Байтил. Очень сильно байтил Тортал на себя. Но не задумался о том, что в этом байте могут участвовать не только два игрока команды Клауд Найн, а именно Сники и Лемонейшен. Но также может участвовать еще и Метеус. Но отпушить, конечно, все равно у них получилось. Слишком мало было мобцов у Клауд Найнов. Но, может быть, со следующего пака смогут забрать. Но нельзя забывать, что у Дайроса есть Телепорт. А Болс, если прилетит, это будет и позже. И, что самое главное, хуже. Нет. Идет Бьерксон на Болса. Болс восьмой левел. Дайрос одиннадцатый. Болса придется куда-то убегать. Убегает он в другую совершенно сторону. Ультанул совершенно неудачно. Отменил Дайроса, правда, прыжок. Кто-то скажет об этом. И тянет время, пока бежит. Пока бежит, значит, еще жив. Улыбается Болс, говорит. Пацаны, я их тащу. Ломайте мед. Ломает мед, а Болс все еще жив. Все еще бежит. Ладно, наконец-то он умрет. И Кенону достался килл. Но Клаудайна за это забрали башню. И даже фармец какой-то тут набрал себе Болс. Никого нет. Но, конечно, это грустно. Восьмой левел Сион против одиннадцатого Дайроса. Пинг, кстати, Клаудайна сохранился все еще в тех кустах, помните? Это хороший пинг. Возможно, он сыграет еще злую шутку для команды ТСМ. Потому что проверять этот куст никто не будет. Теперь уже точно. А им придется когда-то пойти и ломать Тир-1 вышку на ботлейне. И вот на этот пинг может прилететь Болс, оказавшись прямо за спиной у всей команды ТСМ. И тем самым расплетив их комбинацию Си-Джуань Моукай. Ну, Си-Джуань Моукай Кеннон, тогда пойдем дальше так. Продолжает Сион находить хоть какой-то где-то фарм. А Клаудайна продолжает работать на своих керри. И отдавая им весь фарм, хотя они все равно отстают адово по фарму, даже имея вот это. Но они забирали башни. По башням Клаудайна ведут 3-1. Поэтому как-то еще можно с этим работать. Болсу вообще грустно. Хочет максимально по возможности динаить фарм для Дайруса. Сам не пушит линию. Сделал так, чтобы линия начала запушивать жестко под башню его. Сам будет сейчас пытаться удерживать эту линию в том состоянии, в котором она оказалась. Метеос увидел, что здесь вард. Ораклом выбил его. И надо Крабстера забрать. Помоги Лемон, дай пассивку. Нет, испугались Клаудайна, потому что с ней... По миду, извините, идет огромный пак здесь ТСМов, которые смещаются все же на эту ТР-1 вышку снизу. И смещаются на синий баф еще один команды Клауднайн. Опять ничего не могут сделать Клауднайн с этим синим бафом. Он вообще не достается больше в этой игре. И здесь ловушечка уже их ждет. Но все еще можно стелепортироваться на этот вард сзади. На отступление, по крайней мере. Тортал динает мопцов. Очень хорошо у него это получается. А Маукай уже пошел фармиться. И Болсаму не может помешать ничем. Но он всех задонает почти что. Еще и линия будет пушить, а теперь в его сторону. Две с половиной тысячи преимущества ТСМ. В Тимфайт и Клауднайн лезть не хотят, потому что они не готовы. Будут они готовы только когда у них появится луда-нека. Возможно даже ботинки на кулдаун редакшн. Только тогда они захотят хоть чуть-чуть повоевать. Ну это я имею ввиду относительно Хая. Северка-то в любой момент готова воевать. У нее очень сильные спеллы. Сравняли по счету башен команды ТСМ. И вот вам эти три тысячи. Но правда здесь Хай каким-то образом оказался сбоку. Пытается убивать. Замедляет Бьорксона. Убегает в сторону. Клауднайн резко так передислоцировались в красный лес команды ТСМ. И не смогут задавить корки. Боллс запушивает, чтобы ничего не потерять. Отменить не получается ему Маука и телепорт. Или получится? А, отменил. Молодец. Это хороший знак, потому что Дайрус сейчас по айтемам даже хуже находится, чем Боллс, если вы посмотрите. А в реальности у него там запас просто еще где-то две. Ну, две вряд ли, наверное, тысяча так точно. Там законченная у него либо Райт Лос Глори, либо законченный Фроузен Харт. Но он потянул немножко время. И пришлось Дайрусу тогда запушить линию и сбекаться. Да, вот он. Фроузен Харт законченный. И дальше он опять Магрес набирает почему-то. Два Фроузен Харта будет с обеих сторон. Ну, то есть не два, а один у каждой команды. И по одному, наверное, Локет. У Локет, я так понимаю, будет Браун собирать в этот раз, а не Райт Лос Глори, потому что он уже Магрес взял капюшончик. А Метеос будет Райт Лос Глори собирать. Такое мы уже видели. Все, уже Метеос Райт Лос Глори появился. Метеос даже сейчас сильнее почему-то Сиджуани, что немножко удивительно. Такое впечатление, что Сиджуань лесных мопцов не всех добивала. То есть она вроде идет плюс 20 фарм, у Метеоса плюс килл. Но Сиджи... Ой-ой-ой, как тут сильно убивает Хая. Хая понимает, что можно отлететь вообще случайно. И сразу же прожимает ульту на смарткастах. Без ульты остались Клауд Найна. И возможно это будет звоночек для ТСМ, что можно идти в пятером по Миду. И запускать машину вертолет плюс Ургот расстрел. А у Клауд Найнов нет ульты, чтобы ворваться. Нет ульты Лулу. Ну и есть другие ульты. Но без ульты Лулу, конечно, это страшно. Нету все еще Райт Лос Глори. Странный билд идет от Хая. Он как будто собирает Infinity Edge, только магический. То есть у него есть большая палка, маленькая палка. Но и, к сожалению, нет Critical Strike, а совсем маленькая палочка. Книжечка там. Ну, если бы Infinity Edge был магический, то, наверное, он бы так собирался. По логике Инфина. Минфина. Сколько до Лулу ульты? Совсем чуть осталось до Лулу ульты. Если этот пак Клауд Найны смогут отпушить, а Сникис с этим справился. И не сильно Клауд Найны просели по ХП. Со следующим паком можно будет уже воевать. И ТСМ-ы, походу, тайминги тоже хорошо знают. Делают рекол. Минута до Дракона. Нужен рекол для всех игроков, чтобы все были супер закуплены. Ох, Тортал украл у Метеуса Раптора. И счастливый отъехал в сторону. Дайрус в этой игре шикарен. 5400 всего лишь у Болса. 5400 это очень мало. Но, с другой стороны, если мы посмотрим на всех остальных игроков Клауд Найн с ТСМ-ами, там разницы минимальные. Но эти минимальные разницы как раз и на руках еще у Клауд Найнов. А ТСМ-ы по нулям закупились. Так что это будет третий Дракон в пользу ТСМ. А вот это уже хреново. Когда у вас есть и Movement Speed, и Damage, а ваш оппонент до сих пор не получил даже Damage с Дракона дополнительный, тут-то можно уже и отлететь. Так сильно, конечно, проседать нельзя. Клауд Найн ходит на Болсы. Придется ультить, но он решил просто пока посражаться. Ультует он в другую сторону через Валкирию. Попытался. Ой, стенка. Куда Клауд Найны пойдут? Клауд Найн резко выбирают момент сломать Тир-2 вышку. Болс продолжает убегать. Он знает, что Тортл у анки килл достанется, но чем дольше он будет убегать, тем лучше. А Клауд Найн решили вообще задавить Дайрус. У них это идеально получается. Они сделают килл в килл. Или Лазбой выскочит и спасет всех. Да. Лазбой выскакивает, спасает всех. Клауд Найн не могут даже убить Дайруса. Дайрус отфлэшивается. Лазбой все еще жив. Ультует в Метеуса и Клауд Найн. Полный провал. Два килла отдали. Не, извините, один килл отдали. А, нет, Лимонейшн же тоже отдался. Да, два килла отдали. И убежать отсюда не получится, потому что Дайрус цепляется за Хая. И это джиджишечка. Нету флэша у Хая. Никуда он опять не попадает. Приплыли. 6-1. Минус на Шор. И можно думать о том, что делать с Бьорксоном. Что делать с этим парнем. Что делать, мне на самом деле не особо понятно. Ну, нет, попытается. Боллс телепорт делает сюда. Предлагает Метеусу сделать стил. Но вардов нету больше у Метеуса. Метеус не имеет права с таким ХП подходить. Даже Боллс выигрывает тонну времени, чтобы Метеус мог поставить вард. Но у Метеуса не было, судя по всему, варда. Велл Тортел отфлэшивается. Продолжает забирать все еще на Шора команда. А Метеус не получается. Но Сникет зашел со спины, сделал килл. Метеус все еще жив. Какой отвратительный смайт был. Боже мой. Какой отвратительный смайт был от Сантори. Но он оставил 100 ХП на Шору. Любой абсолютный игрок мог его заласхитить. Просто любых игроков не было уже. У Клоднаина в Сникете не хотел отдавать еще один килл. Тем более, что он понимает, что Адекерий это самый главный чемпион. И Адекерий не должен отдавать киллы вообще никому. Стараться, по крайней мере. Лучше фармиться. И Метеуса не было флэша, чтобы туда ворваться. А Ешку ему заденали тонны вардов. Но Клоднайны очень жестко эту игру проседают. И все благодаря вот этому парню на миде. Который своим пиком... То есть кто-то скажет, ну что он ничего в этой игре не делает. Он своим пиком победил Клоднайнов. Он взял Ургота на ферст пике. У Клоднайнов не было ничего, что они могут сделать против Ургота. У них нет ни одного чемпиона на мид, который может адекватно отстоять против Ургота. И им пришлось какой-то непонятный пик делать, В котором, ну хоть как-то Лулу, типа, будет полезной. Но хоть как-то Лулу не может быть полезной. Она должна быть либо, ну, есть какой-то тильт мув от Сники с Метеусом. И я не уверен, что у них это получится. Хотя ультой Дариуса кидает во всю команду. Дариус все еще вытанковывает. Убивают такие его. И Сники отдают килл. 7-3 общий счет. Минус 5 тысяч. И знаете, вот что еще, чем отличается? Европейский ЛКС от американского я сегодня на американском ЛКС про это не говорил. А вот на европейском я много упоминал вообще этих разниц. Но есть еще одна очень большая разница. Эти команды не труят. Хай Элла эти команды не труят. Я не говорю про команду Сайн Твишеса, про бесполезных CLG-шников, которые не могут до сих пор понять, что нельзя пытаться забирать на Шора в тот или иной момент. Если эта команда хоть одна, либо Cloud9, либо TSM, либо те же самые Team Liquid или LMQ бывшие, которые сейчас Team Impulse, получают в руки преимущество в 2-3 тысячи, они его доводят до победы. Если только там пики не соответствуют такому, что у вас там жесткий лейт, у нас только мидгейм. Тут уже тогда другая ситуация. Но если пики одинаковые, или даже у вас преимущества на Блэйд пика у них нет, получив преимущество по деньгам, вы не отдаете его. А давайте вспомним, что у нас там в плей-оффах творилось в Европе. 12 тысяч, да, хуйня? Нажму Ариану ульту, победили. Что за бред? Какая нахрен ульта? Извините, что я мытягнулся, но потому что я не могу на это смотреть. Это какие-то инвалиды с однорукими играют, бандитами. Как вообще Ариана может застелить у тебя на Шора? Ты кретин или что? У меня горело от этого в матче СК просто жестко. Мне не нравится команда СК, я про это много раз говорил, но они заслужили там победу. Какого хрена Свенскерин не смог дать эту ульту, непонятно. Ой, извините, дать этот смайт непонятно. Ну и вот таких вот моментов очень много в Европе. Но с другой стороны, их интереснее смотреть тем, что финал будет очень непредсказуемый. То есть в этот момент игры еще хрен поймешь, кто выиграет был бы момент. А вот здесь уже все понятно. Здесь единственное, что он пытается сделать сники, он пытается выиграть время для Клауд Найнов, сломать Тауэрку. И через отпуш Хая плюс Болса и даже Метеоса Клауд Найна не дают реколиться. Вот это вот интересный плейс. Но этот плейс только на половину башни. Болса поменяли сторонами. Болс стал большим. Ласт Бой влетает в трех игроков Клауд Найн. И Клауд Найны теряют игрока, но при этом все еще сники забирает ингибитор. И не факт, что ТСМ заберут ингибитор сейчас. Сники реально, сники, сники забрал ингибитор. Просто забрал его. Боже мой. И сейчас отойдет, нажмет рекол и вернется к своей команде. Я уверен, Болса со счетом 0-4 абсолютно доволен таким результатом для своей команды. И это была реально случайность. Это случайность, в которой ТСМ профукали этот момент. У них, напомню, есть Дайрус, у которого есть телепорт. Есть Дайрус, у которого есть кнопка рекол. Можно отойти чуть-чуть пораньше, нажать рекол. Шалтколлер, кто у команды ТСМ, я не помню. По-моему, у них Ластбой с Дайрусом или Ластбой с Санторианом, что-то в этом роде. Берксон там выкрикивает периодически, но официальный шалтколлер не он. Так вот, кто зашалтколил, что мы впятером должны попытаться пропушить Клауд Найнов и обменять ингибитор на ингибитор. Ну, ингибитор на тир-2, вышку. Вот как они рассчитывали это сделать. Но сники умудрился продавить две башни и забрать еще ингибитор. Извините, но такое происходить не должно. Это ошибка полностью ТСМов. И как раз вот те ошибки, про которые я говорил, не должны вроде происходить. И, видите, произошли. Возможно, финал. Это давит. Но все равно у них плюс 6000 преимущества. Даже отсутствие ингибитора не особо Клауд Найнов помогает отпушиваться. Видите, они все еще под башней находятся. И следующий дракон, это будет четвертый дракон для команды ТСМ. Ну, не знаю. Ну, не знаю, ребят, как это может получиться. Турнмейл собрал Боллс уже. Что такое айтемы? Я не знаю, он говорит. И ультует, летит на Бьерксона. Цепляется за него, отфлэшивается Бьерксона. Ластбой снова делает контр-ульт. Боллс все еще жив. Ульта Сиджуани просто шикарная. Метеус со спины пытался нанести тонну урона. Но Клауд Найнов не получается раздамажить. Хотя в этот момент Сники нанес урон. Сники сейчас будет вынужден бить только лишь Дайруса. И Клауд Найны потеряли двух игроков. Убив при этом одного, не смогли убить Бьерксона. Опять не смогли. Но в данном случае Боллс опять сыграл не очень хорошо. Ультануть-то он ультанул. Только попасть ультой он не смог. Он ни в кого не попал ультой. А это плохо. Ты должен попадать ультой. Но комментаторы восхваляют здесь как раз Клауд Найнов, что они, проигрывая файт, зная, что они проиграют этот файт, рискуют лишь бы, если они выиграют этот файт или оставятся вровень, они смогут использовать преимущество отсутствия ингибитера на миде и смогут, может быть, забрать этого Дрейка. 40 секунд до Дракона. Конечно же, не хватит времени Клауд Найном. Хотя этот Санторин очень долго справляется. Он слабый отпушиватель. Может быть, Клауд Найны и смогут даже что-то сделать. То есть, на Нашора идут. Клауд Найны идут на Нашора. Ну, Лас Бой до этого догадался и поставил Вард заранее. Лемон потратил просветку, и Крабстер забирает Клауд Найны. Просветки нет. Просветка спалила Вард, но выбить Вард успели. Ульта Сиона. Сион просто ультанул сюда. Держит Бьерксона здесь. Клауд Найны забирает Нашора. А Боллс говорит, Бьерксон, тебе бить меня. Бьерксон, бить. И Бьерксон действительно вынужден бить Боллса, который как псих просто ворался в него. А Клауд Найны вчетвером начали сражаться под Нашором. Но это разнос. Идея, может быть, была и неплохая, но только вы не должны были начинать Нашора при этом делать. Сники думают про себя. Да что вы за... Боже мой. Прекратите. Не надо было тогда начинать делать Нашора. Выбили Вард, сделали ловушку, Боллс идет суисидить себя от Бьерксона. Не будет Бьерксона в тимфайте, Бьерксоном будет заниматься Боллсом. Это мы знаем. Но придет ТСМ мешать вам забирать Нашора, и вы в них ворветесь. И попытаетесь выиграть битву 4 в 4. Вот так надо было проводить битву. А когда они без ХП остались на Нашоре, ну, понятное дело, что это был провал. Какой-то здесь неправильный Майнд Геймс был сыгран от Клауд Найна. В два раза подряд неправильный Майнд Геймс. Ну и, конечно же, Боллс просто отвратителен в этой игре. Ласт Бой. Все еще жив. Да, Ласт Бой вообще, конечно, шикарен. Для меня он открылся заново. Он очень хорошо отыгрывает сегодняшний матч. И я бы вполне его даже в MVP записал. Если бы не Бергс, а как Маф, конечно. Вторая игра полностью на нем. Просто ту игру, которую ТСМ и проиграли, там Ласт Бой не виноват. Он единственный, кто успевал за нами уворачиваться от ультов. Он успевал нормальные кидать баблы. Все он делал шикарно. Вторую игру он практически в соло вместе с... Ну, зонил. То есть, те, кто зонингом должны были заниматься у ТСМов, они вроде с этим справлялись, но не очень хорошо. Ну, просто посмотрите, на шорт, что делает с Клауд Найнами. Бах, там минус кусок у Метеуса. Бах, минус кусок у Лимонейшна. Бах, еще минус кусок. Ну и здесь Ласт Бой. Тонсов дэмэдж наносит. Ничего не сделать. Лемон торгует. Не получается. 15-4. Клауд Найне не сдались еще. Ну, могли уже сдаться. Поменяли местами Боллса. Это минус Боллс. Ничего не может сделать с Сурготом команда Клауд Найн. Но они ничего не могут сделать с Бьерксоном, а не с ним. Потому что Бьерксон слишком силен. Не было у него хорошего фарма в этой игре. Я следил у него фарм. Только сейчас начал жесткий отрыв уходить от Хая. До этого не было такого большого преимущества. Клауд Найн и сделали Ол-Ин. Но в ответ Ласт Бой сделал Ол-Ин. А Дайрус все протанковал. И ничего Сники поделать не может. На него кинул ульту Хай. Ну, какая разница, когда... Твой Эдекерри не может убивать, ну, такие цели здоровые. Даже правильный билл сделал Сники в этот раз. Пошел через Ботарк. 2-1 ТСМ ведут у Клауд Найн. И надо очень серьезно задуматься о том, что делать Клауд Найном. Очень серьезно надо задуматься. Следующая роль будет у Клауд Найнов. Они будут выбирать сторону. Наверняка они заберут ферст пик к себе. И что же они заберут на этом ферст пике, мы с вами увидим. После перерыва.